МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около 50 пострадавших с ожогами от борщевика. Активисты ОНФ требуют от правительства полномасштабной войны с этим растением на территории всей области. Вновь заговорили о вотуме недоверения Китебелых. Сегодня состоялось последнее заседание ОЗС в таком составе. Съезжают в кюветы, переворачиваются и попадают в аварии. В ГИБДД отмечают резкое увеличение количества ДТП из-за жары. Специалисты МЧС экстренно подняли в воздух самолеты. Дым в городе, аномалия или все же есть причина? Королева прайда или укротительница диких африканских львов. В Киров приехала новая цирковая программа с самыми редкими хищниками планеты. Вы смотрите информационный канал Город в студии Ксении Никишова в ближайшие минуты о главных событиях четверга, 21 июля. Около 50 пострадавших с ожогами от борщевика. И гораздо больше тех, кто к врачам не обращается. Пока в городской администрации объявили химическую войну этому опасному растению, активисты ОНФ назвали действия локальными и несостоятельными. Простым языком, пустой тратой денег. Теперь требуют от правительства полномасштабные войны с борщевиком на территории всей области. Иначе, говорят, не вывезти. Артем Панекаровских продолжит. Схочить мало, надо его выкапывать. Выкапывать с корнем – единственный способ победить этого зеленого зверя. О войне с борщевиком Сосновского садовод Николай Марьин говорит уже без шуток. Несмотря на постоянный контроль, все равно находит растение на своем участке. И ощущение, что со временем его становится только больше. Много борщевика везде, куда вон, подойдите к продуманной стороне один борщевик. Нет, это нет, 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 нет. Кто пойдет вот это косить, никто не пойдет. Мы там свой участок косим, а вот это кто пойдет, никто не пойдет. Тем более опасно. Это что вы, это же страшный зверь. Это страшный зверь. Ожоги от борщевика в Учхозь вообще отдельная тема. Своей историей, по всей видимости, может поделиться каждый. Да, у меня сын вот обжигался. Я в детстве еще. У него до сих пор на живое тепетно осталось. У нас внука был, у мамы был. Мы даже в больнице, она лежала. Такие неприятные кадры регулярно снимают те, кто стал жертвой борщевика Сосновского. Молодой человек за кадром рассказывает, что подвела невнимательность. Хватило одного прикосновения. Вечером, причем вложился, когда спать, после этого в палатке. Ничто не предвещало, что он вылезается. Не было в алгоритме. С утра проснулся. На нафиг. Вот такие вот вещи. Общие статистики по обращениям с ожогами от борщевика специалисты в Кирове не ведут. В один только кожу вен каждое лето приходит под 50 пострадавших. Врач дерматовенеролог уверяет, что в реальности цифра гораздо больше. Развивается патологический процесс при попадании на участок кожи с соком, при попадании ультрафиолетового света, то есть при солнечном облучении. То есть человек выходит на солнце и на этом месте развивается всыпание по типу ожога обычного. Еще на прошлой неделе в городской администрации прозвучало заявление, что с борщевиком отныне будут бороться химическими препаратами. По сравнению с обычным покосом, они более эффективны. Для старта выбрали Нововятск. Договор заключили с компанией Формед и поставили план 15 тысяч квадратных метров опасных плантаций. Пока без явных результатов. И по словам гендиректора фирмы-подрядчика, они вряд ли будут еще ближайшие несколько лет. Тут надо брать количеством. Семена растения сохраняются в почве от двух до пяти лет. Поэтому новые молодые растения могут появиться на этом месте. Соответственно, обработку против борщевика необходимо производить неоднократно. В городе Кирове муниципальная программа по борьбе с борщевиком существует уже давно, но несмотря на это год от года. Зарослей борщевика меньше точно не становится. Каждое растение дает тысячи семян. Более того, активисты Общероссийского народного фронта называют эту муниципальную программу несостоятельной. Они уже написали обращение в правительство Кировской области с требованием разработать программу областную и комплексную. Ведь, по их мнению, в локальной вырубке нет никакого смысла. Брать не только количеством, еще и масштабами настаивают активисты Общероссийского народного фронта. Тут, говорят, важно не только уничтожить, еще и не дать распространиться семенам. А значит, сработать должны все и в одно время, и уж точно не в июле, когда сорняк уже созрел. Правительство Кировской области анонсировало разработку комплексной программы по борьбе с этим страшным растением. Срок реализации – конец первого квартала этого года. Срок прошел, программы нет. И наш, конечно, вопрос к правительству – сдержите свое слово. Активисты допускают, что областная программа потребует дополнительных бюджетных средств и сил самых разных ведомств. Но в то же время расходовать пусть меньшее, но бюджетные средства, как сейчас, говорят, как минимум неэффективно. Обращение в правительство области будет отправлено уже на днях. Артем Паникаровских, Александр Рожков, информационный канал «Город». Историческое заседание ОЗС прошло сегодня в стенах областного правительства. В таком составе депутаты собрались в последний раз. Несколько часов уделили обсуждению вопросов, говорили и о вотуме недоверия Никите Белых. С предложением включить в повестку заседание этот вопрос вышли коммунисты, но депутаты их не поддержали. Обсуждали сегодня бюджет и депутатский кодекс этики. Теперь парламентарии должны будут лично ходить на все заседания, не выкрикивать с места и воздерживаться от грубых высказываний в адрес других. Запрещено также в знак протеста покидать заседание. За нарушение предусмотрено наказание. К примеру, депутаты могут на время лишить слова, обязать публично извиниться или направить в СМИ материалы о нарушении этики. Правила будут действовать для парламентариев нового созыва. Впервые они соберутся в сентябре после выборов. Съезжают в кюветы, переворачиваются и попадают в аварии. В ГИБДД отмечают резкое увеличение количества ДТП из-за жары. Так, накануне на трассе «Вятка» девушка-водитель съехала на обочину, а после опрокинулась в кювет. Когда на улице пекло и духота отмечают в ГИБДД, внимание и реакции водителей притупляются. На раскаленном асфальте машина, особенно не оснащенная кондиционером, превращается в настоящую печь. В таких условиях человек не может нормально оценить ситуацию и вовремя среагировать. Больше всего рискуют те, кто в жаркие дневные часы едут на большие расстояния на трассе. Вот эта монотонная езда, она немножко усыпляет водителя. И, как говорят водители, что в жару хочется спать. В это состоянии оно крайне опасное. И если, допустим, пассажир определяет такое состояние у водителя, то здесь самая главная рекомендация – остановиться, отдохнуть обочину, подышать, попить воды. И самая лучшая рекомендация, конечно, планировать дальние поездки, монотонные поездки по дорогам в утренние или в вечерние часы, когда уже жара не такая сильная. В городе также увеличилось количество мелких аварий. Инспекторы напоминают, если бы попали в незначительное ДТП, не обязательно часами ждать сотрудников ДПС и создавать пробку. Достаточно просто составить схему ДТП, сделать пару фотографий и самим приехать в ГИБДД. Полицейские задержали двух подозреваемых, которые в мае совершили разбойное нападение на автозаправку. Напомним, преступление произошло на улице Ломоносова. Двое преступников с помощью огнетушителя похитили из кассы 130 тысяч рублей. Все подробности в рубрике «Место происшествия» напоминаем. Материал имеет возрастное ограничение 12+. Преступление произошло 2 мая около 20 часов. В помещении АЗС на улице Ломоносова, дом 1, ворвался мужчина с огнетушителем. Он распылил порошок на оператора и на камеры видеонаблюдения. Затем похитил 130 тысяч рублей и скрылся вместе со своим подельником. В июле, предположительно, на улице Московской задержали одного из подозреваемых. Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Велосипедист получил травмы в ДТП на Победиловском тракте. Там его сбил водитель автомобиля Рено Сандера. Водитель автомобиля Рено Сандера, направляясь в сторону областного центра, совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате 56-летний мужчина получил травмы, однако после оказания медицинской помощи госпитализация ему не потребовалась. Устроила ДТП с соседом пьяная рецидивистка на улице Сурикова. Женщина за рулем Киа хотела припарковаться у своего дома, однако ее маневры закончились досадной аварией. Сотрудники ДПС быстро выявили причину происшествия, ведь от девушки пахло спиртным. А судя по базе данных, виновница ДТП явно любит покататься в пьяном виде. Подставили камень под колесом. Я резко сдала назад и в него въехала. Я ДТП не создала, там буквально маленькая царапина. Все, что происходит. Как выяснилось, у Татьяны закончился срок водительских прав, а так как она отказалась от экспертизы, судья назначил ей наказание 10 суток ареста. Впереди у нас короткая реклама, она пройдет быстро, и вот что вы увидите сразу после нее. Операция по спасению развернулась у старого моста. Отдыхающие забрались на опоры, вернуться на берег уже не было сил. Специалисты МЧС экстренно подняли в воздух самолеты. Дым в городе. Аномалия или все же есть причина? Королева прайда или укротительница диких африканских львов. В Киров приехала новая цирковая программа с самыми редкими хищниками планеты. Эти и другие новости через пару минут. Вы смотрите информационный канал «Город». Мы продолжаем. Операция по спасению развернулась у старого моста. Отдыхающие забрались на опоры, вернуться на берег уже не было сил. Спасатели отмечают, это самое опасное место в районе городского пляжа. Там часто тонут люди. Спасательную операцию засняли очевидцы. По их словам, нетрезвый мужчина решил переплыть вятку, но не рассчитал силы и залез на основание опоры моста. Молодому человеку повезло. Неподалеку дежурил отряд спасателей. Спасатели Малибу! Через считанные часы после происшествия на этом же месте развились подростки. Специалисты МЧС отмечают, каждый день опоры старого моста притягивают отдыхающих. Спасать их отсюда приходится постоянно. Дно под мостом не чистят. Там легко удариться или порезаться. Под водой проволока, арматура, битое стекло и бревна. Ко всему и сильное течение. Только в этом году здесь утонули несколько человек, в том числе ребенок. За последние 4 дня в водоемах области погибли 7 человек. Всего же с начала купального сезона вода унесла жизни не менее 30 человек. Второй день Киров живет в дыму. Из-за задымления специалисты МЧС экстренно подняли в воздух самолеты. Но лесных пожаров на территории области не зафиксировано. Дым в городе, аномалия или все же есть причина? Узнаем далее. Эфир продолжает рубрика короткой строкой. Продолжение следует... Суббота ряда автобусов и троллейбусов и вовсе будет приостановлена. Так не будут курсировать автобусы Победиловского тракта номер 101 и 116. Городские маршруты номер 26 и 88, а также 14-й троллейбус. Напомним, в субботу в городе и за его пределами дороги будут перекрыты с 7 утра до 15.30. Киров затянуло дымом. В связи с задымлением специалисты МЧС даже задействовали авиацию. Самолет дважды поднимался в воздух, но лесных пожаров на территории области не выявили. Оказалось, что до Кирова дошел дым от лесных пожаров в Сибири. Сейчас там борются сразу с 20 возгораниями. Огонь бушует на территории в 6000 гектаров. Кировчане собирают деньги на ремонт Центра творческого роста. В нем занимаются дети и проходят выставки. Сейчас помещение находится в плачевном состоянии. Требуются деньги или стройматериалы от клея, краски и саморезов до гипсокартона и линолеума. Узнать подробности можно у активистов. Номер телефона указан на экране. Одна девушка и восемь хищников в клетке в Кировский цирк привезли новую программу под названием «Львы Африки». Четыре артиста – обладатели редкой светлой окраски. На репетиции новой программы побывала Юлия Косолапова. Прокатиться верхом на львице – удовольствие не для слабонервных. Мало просто сесть на хищницу, нужно еще аккуратно спешиться. Львы не любят резких движений, шума и посторонних. В качестве бонуса – кусочек мяса и можно приступать к следующему трюку. Этот трюк уже сложнее как эмоционально, так и физически. Таскать льва за хвост еще и по кругу по силам не каждому мужчине. Весит лев больше 250 килограммов. У дрессировщицы Надежды Сквирской свои секреты на этот счет. Львы для нее вместо тренажерного зала. Здесь в комплексе и поднятие тяжести, бег, растяжка и йога. Для меня один раз со львами отработать и 3 килограмма долой, потому что я не могу, их очень трудно заставить работать. Они и так-то цари, да, работать не очень любят, а в жару вообще никак. Причем они и кушать не хотят, да, они мало очень кушают. Мы даже их пытались вроде бы как посадить на диету, потому что вы видите, что творится, мы животом подметаем манеж. Эти львы довольно упитанные. Чтобы они комфортно чувствовали себя в неволе, их необходимо регулярно кормить. Норма в сутки 6 килограммов говядины, курица и молоко на каждого. Рыбу они не едят, мыться не любят, грибу им никто не стрижет. У них нет стилистов, есть только дрессировщица. В свой прайд они никого не пускают. У нас настоящие африканские, без обмана, настоящие африканские львы и львицы. И 4 уникальных белых животных, которые не являются уродами. Это не природная такая аномалия, это просто не хватает одного коричневого гена и получается вот такой светлый цвет. Поэтому по характеру, по радужке глаз это абсолютно нормальные львы. У каждого льва в этом прайде есть свои таланты. Кто-то лучше всех прыгает, кому-то дано ходить по тонкой доске на высоте 3 метра. Есть кошки, которые лучше всех исполняют трюки в кольцах. А вот смертельный номер за своим участием Надежда Сквирская доверяет только одному представителю прайда. Заслуженная артистка России Надежда Сквирская. Львы хоть и изюминка нового шоу, но животных на манеже Кировского цирка будет много. Свои трюки покажут дрессированные ламы, кошки, но и не обойдется без пони и лошадей. Всем львам в цирковой труппе по 6 лет. Это самый лучший возраст, чтобы учить новые трюки. Посмотреть на африканских львов можно будет уже в эту субботу, 23 июля. И в завершении выпуска прогноз погоды на долгожданную пятницу. С ним вас познакомит Алена Матвеева. Рыба активно выпрыгивает из воды к дождю. Мелкая роса без тумана сулит пасмурную погоду. А появление радуги в Кириллов день предвещает тепло. Так гласят народные приметы. А я расскажу вам о погоде на завтра. 22 июля в Кирове ожидается малооблачная погода без осадков. Днем плюс 27, ночью плюс 17 градусов. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Удачной вам пятницы! Это были все новости четверга, 21 июля. Если у вас есть что рассказать, звоните нам по телефону редакции 54 18 19. В студии для вас работала Ксения Никишова. Спасибо, что были с нами. Удачи вам и увидимся в городе.